Друзья, всем привет! Несмотря на то, что эта история про Мерседес, эта часть будет про биток. Про биток не из Америки, а про биток из Германии. И причем как продающийся, не битый, не крашеный и вроде бы нормальным ответственным дилером. Выехали с Франкфурта, выехали на автобан, едем. Ну вот теперь уже нужно рассказать, почему я еду на Ауди, а не на Мерседесе. Ну потому что у меня на Мерседес обязательно из условий по контракту нужно его доставить на Лафете, ну чтобы он не побился камнями, потому что он по доклейку пойдет и он должен быть с минимальным пробегом. А на этом я автомобиле благодаря тому, что немцы, вернее не немцы, а немецкий все тот же треклятый робот не захотел нам быстро продать автомобиля. Правильно сказать не смог, потому как система недоскональная, понятное дело, что много людей на удаленку и поэтому было принято решение сделать у такого робота, который возможно упростит жизнь кому угодно, но только не автомобилем, которые продаются для экспорта. Так вот, был момент, когда у нас уже практически все было готово и документы сказали, что отправили DHL, я просчитал наперед, нашел эвакуатор, который сможет увезти этот автомобиль. Но беда заключалась в том, что в автомобиле, который поедет, там не было свободного места и поэтому мне нужно было каким-то боком выехать с Германии. И тут пришел, не знаю, то ли на помощь, то ли не на помощь, мой друг, который попросил пригнать автомобиль с Германии, вот этот Audi. Давайте обо всем поподробнее. Ну, для того, чтобы было понятно, надо сначала сходить посмотреть первые две части, потому что может быть потеря сюжета. Но я коротко объясню. Я попал в такую ситуацию, когда первый трал, на котором я должен был уехать вместе с Мерседесом, уехал ввиду того, что не успели оформить документы, а второй должен быть только через несколько дней вместе уже с документами на Мерседес, но этот второй не сможет забрать меня. У них в кабине просто нет свободного места. И поэтому у меня остается два дня для того, чтобы решить задачу вывести себя из Германии и вывести Мерседес из Германии. Решение пришло само собой. Есть у меня друг, который хотел поехать в Германию, но не смог выехать. И есть там один автомобиль, который он хочет просто приобрести и пригнать. Он про него уже довольно много узнал. В общем, моя задача зацепить этот автомобиль и на этом автомобиле вернуться назад. Вау, отличная идея. Класс, еду забирать автомобиль. Утро, ну как утро, уже 11 утра в Германии, а здесь как будто вообще все вымерло. Вон, кстати, наша гостиница, в которой мы два дня мариновались. Ну как мариновались, спали. Мы сейчас ждем таксишечку для того, чтобы поехать взять машину в аренду. На арендной машине получится дешевле поехать в тот город, куда мы задумали, нежели поехать туда на общественном транспорте. Билет на поезд 75 евро стоит из Франкфурта под Гамбург. Там выше на север нужно поехать. На северо-запад даже. И, ну, в общем, дешевле двоим людям взять один автомобиль. Вот тупо в два раза дешевле получится, чем поехать на транспорте. Добрались мы до этого белого автомобиля. То, что бросается в глаза, видно, что есть эти пропилы, которые обещали. Видно, что снимали крыло у этого автомобиля. Выбитые сколы. Их немного, но они есть. Да, вон. Крашена дверь. Что у нас с проемами? Так, 104. По салону. Салончик у нее убранный. Салон у нее аккуратный, интересный. Панорама. Вот здесь вот он, там не совсем убрали, куча говна плавает. Да, да, это наш. Холодно. Свежо, а не холодно. Прям таки холодно. Бабуля, что вы продаете? Молоко или кефир? Говорит, ну такое, блядь. Говорит, так я за кефиром пришел, у вас кефир и молоко, говорит, в основном. Шпаклевки нет, но второй окрас есть. Крыло это тоже. И переднее правое тоже. Да, тоже откручивалось. Капот у нее тоже снимали. Я вообще не уверен, что это ее капот. Молда разбиралась до конца, ее не собрали. Алло. Ну, в общем, она где-то в лицо получала. Турбина, я думаю, что у нее уже сцится. Вот, потому как тут все в масляной пленке. Хоть и мыли, но все равно видно. Крашена передняя левая дверь. Снимались оба крылатка. Капот. Очень большое предположение, что от другого автомобиля. По зазорам. Хреново все, они не совсем правильно стоят. Ну, как хреново. Не очень хреново, но и идеальным айсом ее не назовешь. Ну, запустился он достаточно хорошо. Вон у нее нет она. Ну, такие легкие у нее есть, ну, как бы это сказать, провалы, что ли. То есть назвать его работой идеальной. Ни хрена, она теплая. Вот она, она реально теплая. Ее недавно заводили. Она не холодная. Вот я снял крышку, залез между головами, туда нырнул к клапану EGR, и я чувствую, что она тепленькая. Ремень у нее плавает, что она тепленькая пища. Это больше по ролику. Такой, я, наверное, сейчас подключусь, почитаю сразу же. Так, ауди, ауди, подключиться. Ну, так, помыли в середине ее. Ну, мыли. Вижу, что у нее меняли лобовое стекло. Скорее всего. Хотя... А это все по сервису, они говорят. Стекло стоит, ирегина, по сервису? Да, говорит, все по сервису, все работы, все накладные. О, Декра есть. Ой-ой-ой, Декра есть. Как это хорошо. Дотяжки же есть, ты видишь? Да, дотяжки я сразу видел. Что, дотяжки нет? Не-не-не, мне просто парни подсказывают, что здесь дотяжки есть, но я сразу пришел их, попроверял. Сейчас я вижу характерную бумажку, которая мне нужна среди всех. Да, я угадал. Это Декра в 2019 году. В седьмом месяце она проходила техосмотр. На пробеге 184,614. Сейчас 259 у нее без 200 километров. 75 тысяч она проехала за полтора года. Погрызанные штуки. Ну, по сервису у нее действительно много-много всяких бумажек. Очень много. Там стоит штампик какой-то левый, неофициал. Значит, последний сервис пока я нашел в 2019 году. Сейчас я все это просматриваю. Так, еще одну Декру нашел. Значит, это у нас Декра от 2016 года. В 2016 году она была с пробегом 26900 километров. Это было 11 апреля 2016 года. Она уже была с таким пробегом. Да, 26900. То есть ее купили и уже на ней проехали. И много сразу проехали. И много сразу проехали. В 2017 году у нее уже было 170 с чем-то. А сейчас у нее 259 практически. С момента последнего сброса ошибок она проехала 40500 километров. Значит, данные по всем форсункам 0,14, 0,16, 0,22, 0,17, 0,06 и минус 0,1. То есть то, что все в нулях, это хорошо. То есть значение максимальное к нулю, это хорошо. Стопливное здесь нормально. По давлению тоже так. А ну сейчас я залезу еще по самой турбине. Кстати, сопли могут быть еще не только от турбины. Турбины это я там у них был снаружи и их кошмарил. Это еще может быть от забитого клапана рециркуляции выхлопных газов. Запросто. Мотор хорошо работает, правда? Мотор работает очень хорошо. Ну вот я сколько сижу, никаких этих нету. Турбина работает нормально, очень нормально. Ну в смысле она надувает хорошо. Вот там где датчик дождя пластик, тут оно такое, оно не защелкнутое, но правильно сказать не до конца собрано. А по коробке что-то пишет? Там DSG, там не ездит за форматор. Нет, ничего не пишет. Ну то есть все в норме, все в значениях, ошибок никаких нет. Правое крыло у нее слегка. Такое было притертая, вместе с бампером покрашено лаком для ногтей, вернее не лаком для ногтей, а так и все, что кисточкой. Дальше вот прорубанный бампер. Ну такое, 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 такое. Но фара у нее левая точно не на месте стоит. Взор у нее между передним левым крылом и передним правым он сильно отличается. И по фаре, и по капоту, и по крылу. Ну то есть она, ну такая, она честно не очень. Раскривушка, да. То есть она вот здесь вот, ну в смысле по крылу, она, ну такая, очень не очень. Фара висит внутри, а очень сильно у нее забиты радиаторы камнями. Ребята, вот на данном этапе, на данном моменте, не досматривая видео до конца, напишите прямо сейчас в комментариях, купили бы вы такую машину или нет. После беглого осмотра я говорю своему другу, слушай, Олег Игоревич, эта машина битая, он говорит, слушай, ну она же отремонтирована. Я говорю, она была сильно ударена, он говорит, ну очень же хорошо сделана. Я людей обычно не отговорил, разговариваю, если они видят, что он битый и отдают себе отчет на сколько. Но здесь на кону стоит дружба, которая, ну уже не один десяток лет. И поэтому я понимаю, что дело пахнет керосином и нужно заморочиться еще глубже. С учетом того, что мы осматриваем этот автомобиль в выходной день в Германии и нет возможности заехать к официалам, я посылаю этого парня для того, чтобы он заехал на официал в Украине. И история-то она всемирная, и все равно все видно. И выдернул информацию по этому автомобилю. Кстати, ребята, если у кого-то есть доступ к базам данных Ауди, пожалуйста, напишите мне в личку об этом для того, чтобы людям давать историю. Ну, а по сумме мы договоримся. Никогда никого не обижал. Так вот, достаем мы историю про автомобиль и видим, что через год эксплуатации автомобиль получил ремонта на 29,5 тысяч евро. Ребята, какой должен быть ремонт на 29 тысяч? Пусть даже в Германии. 29 тысяч евро. То есть, это, грубо говоря, половина стоимости автомобиля на момент его покупки. И на чаше весов мы имеем с одной стороны есть шанс выехать на этом автомобиле и вовремя доставить Мерседес, а с другой стороны на чаше весов больше, чем 10-летняя дружба и разваленный автомобиль. Но я тот парень, который, как никто другой, понимает, что безвыходных ситуаций нет, ну и что делать. Экстренно ищем следующий автомобиль. Но беда заключается в том, что бюджет ну настолько занижен, что у меня просто нет слов, насколько занижен. Но есть еще один автомобиль под Франкфуртом. Я понимаю, что шанс есть, надо поехать посмотреть. Меня, конечно, смущает то, что он в нижней ценовой категории. Ну, чтобы было понятно, дешевле машины в комплектации такой в Германии. Вот просто нету. Это самый-самый дешевый вариант. Ну, с учетом того, что он согласился на разваленный автомобиль, но хорошо собранный. Я понимаю, что даже если там есть какие-то подкрасы, то, возможно, я уеду на этом автомобиле. Едем смотреть на то, что во Франкфурте. Под Франкфуртом. Суббота, Франкфурт. Меня пригласили на то, чтобы пожевать ягненка. Вот такую штуку. Парни сейчас жарят, а мне придется ехать на обзор. Ну, как раз, когда я вернусь, он уже будет готов. Ах, аж ехать никуда не хочется. Дождь вроде бы небольшой. Сумасшедшая идея поехать на самокате. Окей, я полетел. 40 минут, 10 евро и 18 километров. Прикольно. Он, кстати, может ехать больше 20 километров. Если с горы его разогнать, он едет 24 километра в час, а потом он тормозит. Приехал я. Ну, в общем, добрался. С электрички на с электричку. С электрического самоката мне выдали BMW i3 для того, чтобы я поехал, посмотрел автомобиль. И вот, он тоже полностью электрический. Запас хода у меня остался 80 километров. Но мне в одну сторону 25, в другую 25. В общем, хватит. Если что, есть такое понимание, как рекуперация. Еду, посмотрим, что там за Audi. Если Audi хорош, окей, будет Audi для друга. Посмотрим. При езде на самокате где-то я потерял свой толщиномер. Ну, у меня других идей нету, где я мог его еще одеть. Вот я сейчас себя споймал на мысли. Я уже подъезжаю к посмотру Audi, а толщиномера у меня нет. Мне он, в принципе, особо не нужен. Беда заключается в том, что сейчас дождь, и вот сейчас бы он мне очень помог бы быстро определить, нужно ли на этот автомобиль смотреть или же не нужно. в общем, неприятный момент есть, но, в общем, айбокс. Потерял и потерял. За то, что я проехал на самокате, с меня сняли 10 евро. За то, что я оставил самокат за пределами Франкфурта, с меня сняли еще 25 евро. За доставку, я так понимаю, самоката обратно. Ну, вот, в общем, вот такая вот неприятность. На такси получилось бы те же деньги. Доехать век живи, век учись. Если прочитать глубже и глубоко, то наверняка была бы надпись о том, что с меня возьмут 25 евро за то, что я оставлю его за зону. Ну, я этого всего не прочитал и очень сильно спешил, очень хотел помочь другу. И получилось так, что, ну, получилось, как получилось. И вот сюда ручничок. Все, поехали. Так, ну, что я могу сказать? Пока следов в лицо ударов этого автомобиля я не вижу. 216 тысяч у него замена масла. Судя по всему, этот автомобильчик уже где-то, ну, так, изрядно стоит. Тяжело откручивается. Так, говнище там не плавает. Нормальная чача, нормальная жужа. Ну, эта машина как минимум интереснее, нежели та, которую я осмотрел предыдущую. Здесь краска в середине есть. Это хорошо. Это есть. Так, ремни затягиваются. Кто-то свой остатки кофе забыл. Ну, такая. Ее бы помыть, конечно. Так, что у нее есть из бумаг? Так, тюв есть. Да, когда у нее тюв? 23.04. То есть, еще чуть-чуть и тюв у нее закончится. А проходил он на 136.397. Что мы еще имеем? Имеем некую сервисную книгу. Ну, типа, везде все на Ауди. 16-го года автомобильчик. По крайней мере, этот интереснее, чем тот. Ну, как интереснее? Подзамученное сидение у него слегка. Ну, пока все хорошо. Не вижу я каких-то прецедентов того, чтобы оно здесь ровненько. Кант везде выведенный. Везде ровно, ничего не вываливается. Резина, конечно, резины уже нет, можно сказать. Ну, как, она еще есть, но это уже, считаем, ее нет. здесь нормально. Чуть-чуть пооблазил хром. Здесь тоже, кстати, все в зазорчиках, все нормально стоит, в отличие от предыдущего. Так, а что у нас? А что у нас? А у нас в квартире газ и очень даже и неплохо выглядит мотор. Но, опять-таки, по сравнению с предыдущим, видно, что машина где-то стояла. Ну, как он, даже болты поокислялись. Долго она где-то стояла. Это не очень хорошо для машины. ладно, сейчас будем делать первый запуск, послушаем вообще, как она запустится. Может, она имеет офигительный кузов и не имеет двигателя. Дальше двери. Здесь тоже вроде бы все хорошо. Здесь тоже вроде бы все ровненько с этой стороны. Нормально. Мы не теряли время недаром. Машина действительно лучше. по заду я тоже особо ничего не вижу. Ага, вот здесь что-то у нее было. Хотя нет. А, это, наверное, где-то чуть-чуть причепил. Вот здесь есть такая легкая вмятинка. Ощущается тактично. Так, по зазорчикам все нормально. работает он довольно ровно, запустился нормально. Пока греется, я пошел смотреть заднюю часть. С кнопочки открывается багажник. Что мы имеем здесь? Здесь везде все ровненько. Вот это действительно машина, которая интереснее. Интереснее, причем в разных аспектах. Да, она чуть-чуть замученная. Есть у нее следы эксплуатации, но здесь хотя бы не поцарапанный. Знак аварийные остановки есть. Неплохо. Неплохо. Зато это здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь нормально. Здесь нормально. Тут очень хорошо. Надо послушаться почитать еще. Приезжаю я на этот автомобиль, слегка ошарашенный тем, что я приехал без толщиномера. Зрение у меня, конечно, не такое, как у Супермена. Не смогу я понять, какая толщина краски на данный момент у этого автомобиля, но тем не менее могу сказать, что чем старше становишься, где-то какие-то маленькие буквы в темноте хуже видишь. Но зато издалека так классно видно мудаков. Приезжаю на этот автомобиль в дождь. Идет дождь, и мне надо смотреть этот автомобиль. Цвет черный для тех, кто белый цвет подобранный в тон положены на выбритую шпаклевку. Где-то вот так. Определить, насколько крашеный автомобиль и крашеный ли он вообще, а еще в дождь, на самом деле очень сложно. Потому что капли, которые стекают по окрашенному кузову автомобиля, они очень сильно искажают. И непонятно, был он крашеный или нет. Тем не менее, я понимаю, что крашено у этого автомобиля заднее левое крыло. Первое впечатление о машине, ну, откровенно. Вот, если бы у нее не белый салон, офигительная машина. Намного лучше, чем предыдущая. Ее бы, конечно, классно посмотреть снизу, но с учетом того, что сейчас уже через полчаса они закрываются, может, у них где-то и есть. Это штурки у них всегда что-то должно быть. Даже удюшный диск у нее есть, даже не вытащили. Я имею в виду, наверное, это с картами. Наверное, точно. Я предполагаю, что эту машину до моего прихода, ну, как минимум, у нее сейчас нет ошибок. У нее есть одна ошибка, это по несанкционированному пуску двигателя. Это, скорее всего, кто-то без вот этих вот ключей. Кстати, ключа здесь раз-два плюс Webasto. Очень хорошо. Webasto брелок есть, два ключа есть. Так, дочитали, действительно, здесь мы имеем одну всего лишь ошибку, не санкционированный пуск. Так, все, как всегда, вот эта штука не защелкнута. IGC автомоти, в лобовое стекло здесь сменено, хотя, да что хотят, дождь идет, нифига не видно. Можно было бы сказать, почему она сменена. Так, остальные, как минимум, все оригинальные стоят, по годам, сейчас пойду просмотреть. А машина с детейлинга, потому что вот эта прокладка, вставка, она вставлена вверх ногами, наоборот, она должна быть и так вставлена, вставлена вот так. Поэтому положим нормально, и теперь ее проблематично будет вытащить. Подогрев греет. Очень интересно. Давление на дуо фактическое не установлено. То есть, либо эта машина чипированная, обычно значение, когда включаешь фактическое, и это оно должно измерять. Здесь оно не измеряет. Зашли до форсунок. Отклонение цикловой передачи цилиндр 1, 2, 3, 4, 5, 6. Датчики по надугу здесь не работают. Я сейчас попробую через другую момент залезть. По крайней мере, те моменты, где я привык это видеть, оно не отображается, но есть еще значение. пробег после сброса ошибок 10 километров, давление надува номинальное, давление надува фактическое. Килопаскалях. То, что турбина работает, значение меняется, это я вижу, это действительно так. История очищенная, вся сброшенная, ничего здесь нет. Относительно кузова, эта машина очень хорошая, намного лучше, чем предыдущая. Несмотря на то, что я на поездке на самокате потерял где-то свой толщиномер, но тут дойдет дождь, я не могу определить насколько оно где, что крашено, есть предположение, что крашено заднее левое крыло, но опять-таки это предположение, потому что я там момент один нащупал, утвердить не могу, следов покраски я не вижу. Кузов у нее классный, она не разбиралась, морда у нее не разбиралась, ну то есть двери у нее не отнимались, ничего у нее не снималось, все у нее стоит на месте, все в зазорах настолько красиво, что ну ищу подвох, не могу понять где. Да, аж противно. Водительское сидение, левая спинка имеет такие подыносы, оно в принципе пойдет под покраску, если не хочется перешивать, а левая подушечка, она такая, ну чуть-чуть просевшая, то есть есть смятки на коже, но сказать, что убитая, ну нет, не убитая. Руль крутил, все нормально, стуков нету, понимаю, что где-то есть по двух, не понимаю где. Что мы здесь имеем снизу, ну кузов у нее как минимум не ржавый, блин, тяжело раком стоять, тут бы как раз на коленнике, да, видно, что она где-то стояла, стояла она нарядно, но так, не вижу каких-то, того, что она плавала, того, что она утопленник, точно нет, везде все сухо, комфортно, танкчик попробуем здесь полазить, так, коробка у нее отсюда далеко посмотреть, сухая, нищая у нее, тут не ржавая, единственное, что не вижу, вот тут, сразу по аркам, амортизаторы у нее сухие, радиаторы чуть-чуть подзабитые камнями, трешника, ну, сверху, ай, вот так, наверное, короче, чуть-чуть подзабитые радиаторы, ну, чистенько, очень неплохо, здесь клипсы все на месте, следов того, что оно рихтовало, сделалось, я не вижу, так, по боковине, вот так тоже, по следам все нормально, и передняя сторона, ну, тут тоже все чисто хорошо, порванных пыльников нету, следов того, что оно отнималось, разгоралось, не вижу, теперь я пошел еще спереди, положу, с этой стороны, по кузову, ну, не вижу я переходов того, что где-то было бито, ну, вот просто не вижу, да, только ок, из того, что оно где-то, где-то стояло, потеков масла не вижу, но вон там что-то, что-то такое легкое есть, что-то легкое на левой голове уже начинается, а так, в общем-то, везде все сухенько и прикольненько, ничего могу сказать, эта машина намного лучше, чем предыдущая, идем общаться по цене, кондиционер у нее работает, вебасту я не проверял, так, по зазорчикам она ровненькая, капот у нее не крашеный, в торец я увидел несколько сколов до грунта, вот, слой краски у нее один, капот у нее не крашеный, я не определил, что у нее крашеный капот, но почему эта машина самая дешевая, я узнал лишь только потом, но изначально по всем параметрам эта машина классная, вот не к чему прицепиться, что по истории событий, хотя, если честно, история у этого автомобиля, она была на корень подчищенная, но по всем параметрам, которые есть, по рабочим значениям автомобиля машина классная, то есть по двигателю, по топливной, по форсункам, везде все отрабатывает, везде все в значениях, везде все в значениях, турбина, все, вот, вот все у нее, классно, все замечательно, и почему она самая дешевая, мне непонятно, но шанс есть шанс, Олег Игоревич кричит, хочу, окей, надо брать, тем более, почему не брать эту машину, причин, я не знаю, а вот почему не брать машину белую, вот так вот было причин, и даже без детализации отчета, и вот просто по первому взгляду, и даже без толщиномера, было понятно, что там есть очень много вопросов, быстренько едем, быстренько оформляем, потому что завтра приезжает трал, а машина еще не оформленная, оставил я предоплату за этот автомобиль, вот он стоит, машина стоит 15125, машина самая дешевая в интернете, я не нашел каких-то подводных камней, состояние, цена, качество по этой цене, оно соответствует, назовем это так, снизу, поверните направо, не кричи, снизу машина в нормальном состоянии, ударов никаких не видел, потеков нету, очень легкая, припотевшись чего-то там на левой голове, но опять-таки, что оно там такое, это я увижу уже потом, у меня были подозрения, почему этот автомобиль самый дешевый оказался в Германии, но проверить это я смог только тогда, когда приехал в Украину, но об этом в следующем выпуске, ребят, мне на самом деле еще очень много есть, что вам рассказать, на сегодня все, ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто, всем удачи на дороге, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok